Поистине королевская сосулька выросла в прошлом месяце на фасаде 7-го Б-дома, расположенного на улице Щербакова. Его жители стали героями одного из новостных сюжетов. Ледяной нарост образовался под крышей пятиэтажки и довольно быстро спустился до земли. В это время в квартирах мытищенцев напротив, по стенам из потолка, текла вода. Подобного на этом участке больше не должно повториться, говорят сегодня специалисты. Налить в этот зимний период действительно стало образовываться из-за того, что во время оттепеля вода начала стекать по кабелю, который был проложен в карнизной зоне кровли, организация, которая представляет телекоммуникационные услуги. И произошло нарастание сосульок. Мы это заметили, уточнили, что это за организация, выставили им претензии. Вот так обычный провод проложенной телекоммуникационной кампании без соответствующих санкций стал причиной природно-коммунальной аномалии. Более того, вступать в контакт с организацией, обслуживающей обледеневшую пятиэтажку, нарушитель порядка не пожелал, что увеличило масштаб бедствия. Тогда-то происшествие и вышло за рамки частного случая, в том числе благодаря средствам массовой информации. Адекватное решение последовало незамедлительно. Руководство нашей компании приняло решение удалить несанкционированно проложенный кабель, но дальше уже это разбираться. Естественно, все это было заактировано и в настоящее время готовятся претензии данной организации о том, что проложив таким образом кабель, они создали условия для образования по всему фасаду. Посмотрите, фасад 7-го Б-дома, расположенного на улице Щербакова, освобожден из ледяного плена. Однако он изрядно потрепан. Непрезентабельно выглядит теперь и отремонтированный в прошлом году подъезд. Требование восстановить пострадавший объект уже направлено зачинщику природно-коммунальной аномалии. Еще один вариант. Специалисты бомб управления заказчика отремонтируют здание и в судебном порядке потребуют, чтобы телекоммуникационная компания возместила убытки. И уже сейчас на крыше пятиэтажки работают кровельщики. В настоящее время погодные условия нам позволили начать процесс уборки наледи, для того, чтобы окончательно предотвратить проникновение волны через старое кровельное покрытие. Но при этом мы сейчас определим место, где возникла неисправность рулонного ковра, для того, чтобы ликвидировать эту неисправность ремонтным способом. Главный инженер МУП управления заказчика заметил, что вообще-то плоские крыши очищать от снега не требуется. Вода, которая скапливается на поверхности, весной уходит через водостоки. Разумеется, если некто несведущий не нарушит установленный порядок. Надежда Трифонова, Андрей Капустин. Информационная программа «День».